Возьми его, и там перчик красный салат. Надежда Васильевна передала кое-что, а потом вот так. Ты что-то берёшь? Я просто потеряю. Ты что-то берёшь? Ты что-то берёшь? Как mindset колёс? А? Одно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отец наш Небесный, молим Тебя, имя Господа нашего Иисуса Христа, прибыть с нами, не дай, но уклоняться ни улево, ни вправо, но спрога следовать по окравленным Твоим стопам. Господи, научи нас истинно любить Тебя и любить ближнего, чтобы на этих двух заповедях исполнить и все остальные. Помоги нам, Господи. Без Тебя ничего не можем совершить доброго. На Тебя единого уповаем. Тебя слава высылаем Отцу и Сену и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. С праздником, братья и сестры. С воскресным днем. Мне хочется задать вопрос. Как вы думаете, сегодня много ли бесов было у нас на службу? Мы их не видели. Не видели. Это хорошо, это благо. Слава Тебе, Господи, что мы их не видим. Это благо от Господа. Но они были у нас здесь? Еще были. В первую очередь. Были. А когда они, приготовились к нам сюда прийти на службу? Задолго до начала этой службы. Сегодня маленькое событие произошло, но оно помешало в стройности богослужения, я скажу. Если у кого-то есть какая-то инициатива, то нужно ответить на несколько вопросов. Среди них, чего я ищу? Своего или? Божьего. Божьего. Дальше. А послужит ли это госпасение моему и братьев моих? Да, конечно. И прочие вопросы. А то у нас бывают такие революционеры, сразу предменяемые. Казалось бы, маленькая вещь, да? А возникла с самого утра конфликтная ситуация. Но если вы что-то предприняли, то мы еще и должны любить друг друга и в почтительности предупреждать друг друга. Вот в данном случае я не увидел этой почтительности. Ну, потом надо видеть, кто перед тобой. Легко ли человек возбуждается? Легко ли человек потом приходит в обычное нормальное состояние? И заранее можно обговорить эти все вопросы, чтобы не было этой конфликтной ситуации. Обыграть. А я вот так сделаю. А что за этим последует? Ну, проиграть на несколько шагов вперед-то. Посоветоваться, да. Да у нас еще бывает так часто. Посоветуются. Я по себе знаю. Вот посоветуются со мной, а сделают точно наоборот. Зачем тогда советоваться? Для выполнения, для того, чтобы поставить галочку, чтобы посоветовался. Потому что знаю, что всякое дело без совета. Расстроиться. Ну вот, не насылая, так сказать, имен, на событие такое произошло сегодня. Так что, ну, имейте в виду, что это надо, если у вас какая-то инициатива есть, ну, обсудите ее, посоветуйтесь. Проиграйте на несколько шагов вперед, что может случиться, какая ситуация может возникнуть. И потом, ну, любовь-то, она проявляется в том, что мы должны посоветоваться друг с другом, примириться, то есть, чтобы было все в мире, в любви и согласии. Не потому, что человек, мой, ровный человек в этом был заинтересован сегодня, а это вообще относится к любой ситуации. Ну, и сегодня у нас, я не знаю, какое, радостное или не радостное событие, радостное, наверное, событие, потому что я услышал эту радость в 5.30 от Татьяны Кузьминичной. Услышал радость ее в голосе. Вчера она тут была такая вся горестная, вся такая страждущая, а сегодня я услышал радостный голос. Почему? Потому что в мире отошла наша сестра Александра. Так что упокой ее, Господи, душу в обительных небесных. Прости ее все согрешения, вольные, невольные, исповеданные и неисповеданные по человеческой немощи. Ну, мучилась рядом с собой тоже сестры наши. Спасибо вас, Христос, помогали ей в этих стражащих моментах. Не забывайте молиться о брате Сергии, который стражде за уже 15 лет, и его матери, которая за ним ухаживает, тоже это раба Татьяна. О рабе Татьяне, ну и коею тоже молитесь, чтобы Господь ее как-то вот побудил, что ли, ее нет на службе, то придет сразу раз, умчалась. Она прикрывается там побочными эффектами от химиотерапии, уже там все давно, вся химия вышла из нее, но вот она все это как бы нравится ей. Ну, как-то надо посетить ее, поговорить с ней. Какие-то у нее там семейные передряги, ну, они и будут, эти семейные передряги. Ну, надо же преодолевать их, надо идти сюда, надо общаться с братьями и сестрами, надо получать общее какое-то направление ко спасению. Я ее в пятницу видела, в пятницу, ну, случайно мы с Третьей сошла, она из поликлиники. Ну, она так хорошо выглядела, все так мы стали обнялись, разговаривать стали с ней. Ну, короче говоря, у нее, знаете, какое, ну, духовное состояние такое, как-то в таком этом, и у нее сейчас с родителями какое-то такое хорошее установилось отношение. Родители в таком состоянии, в очень плохом. И они, и она за ними еще стала ухаживать. А они говорят, ты сама такая, Танечка, больная, ты ухаживаешь. Как-то у них такое вот мирное сосуществование, то как-то у них конфликтная была ситуация. И она говорит, и я их вожу пешком. Потому что часто отец порывается прямо на это, пойдем, ну, тянет жену через, там, через дороги переходить. И она говорит, мать, проводи нас, потому что он, говорит, все равно остановится. А я, говорю, ему, ты сам лезешь под то, чтобы тебя сбило, чтобы ты, там, это зачем уже, типа того, что уже, зачем мне это дальше жить-то. А они, это, да, в храм Покровский. И вот она их теперь туда водит. Я, говорит, их вожу туда и обратно их веду. Потому что на машине, как бы, и тут вообще неудобно мне какие-то. Тут нам близко и хорошо. И, говорит, передай, ну, не передай, она вот так, говорит, я вот так у меня получается. И у меня, говорит, к родителям, я говорю, а знаешь, я только что послушала проповедь, как священник говорит, просите у Бога Духа Любви. Духа Любви. К ближним, прежде всего. Потом ко всем, кто с вами в контакте, в таком. А она так задумалась Духа Любви. И для меня это было. Она говорит, ну, я знаю, что Любовь это все. Любовь это все покрывает все это. А я говорю, это отдельно Духа Любви. И ей это тоже как-то так прислось по душе. Единственное, она шла из первой поликлиники. Вот как раз по Ленинскому. И потом она говорит, смотри, что-то я не пойму. Рука вот такая вот прямо, как подушка. Видно, почка у нее вот с этой стороны. Она говорит, болит у меня. И говорит, Виктор Андреевич мне сказал, то-то, то-то. И она зашла вот тут, пример же. Мы посидели там вот в аптеке, на остановке в аптеке она была. И, в общем, они говорят, вот у меня такая ситуация. Вы уж меня простите, что я, ну, не простите, а что-то не посещаю. Я вот хим хочу удивить. Потому что отец уже вообще ничего не делает. Нет, ну, понятно. Вот такая ситуация. Понятно, что она должна, конечно, раз входит в храм туда с родителями, да. Ради Бога. Пусть она это делает. Но здесь-то тоже нужно быть. Но, одним словом, каждый выбирает сам свой путь спасения, да. Я хочу такой вопрос поднять сегодня, потому что у нас уже такая ситуация сложилась, критическая, что у нас уже месяц уже с лишним полы в храме не мыто. Почему? Потому что братьев мы не можем никак найти. У меня предложение такое. У нас есть график, и две сестры там дежурят в графике. У нас большинство сестер в храме имеют мужа, отца и так далее, родственников. С ней в паре идет другая сестра, у которой может не быть мужа или кого-то. Я думаю, за две недели как-то можно вот этого своего мужа, отца, чтобы он храм просто открыл, и он может сидеть там, ну, заниматься в машине или по дворе что-то поделать, дрова там, еще что-то. Давайте подключим наших мужей. Они так же ходят, топчут полы, так же здесь присутствуют. Почему это только сестер должно касаться? Мы уже... Вчера у меня уже просто до слез. Никому ничего не надо, найти никого невозможно. Меня упрекают полы немытые. И мы не можем просто попасть, понимаете? Вообще в храм не можем попасть никак. Договорились с одним человеком? Не получилось. Договорились с другим человеком? Тоже ему некогда, ничего не надо. Третий вообще ничего не соображает уже. И получается, что все... Ты предлагаешь Дмитрию дать ключ, чтобы он открыл твоему мужу? Нет, я так же сказала. Она из общины. Она из общины, которая ходит в храм. Девчон, одной-то, вы как слушаете? Не видно. Ну, простите, мама. Можно было и так понять. Посмотрите, у нас у Нади муж есть, у Ларисы муж есть, Да, у Лены, папа здесь, Валера. И много еще братьев можно назвать. У кого сестры, у кого братья. Как-то решить нам надо. Хотя бы на летний период. Только на летний. Варвар, ты, глядя, не забрал ключ в этом году, в этом году не выдал. Это можно дубликаты сделать. Мы сделали в этом году. Что сделали? Все консисковали, а весной не выдали. Своё сделайте. Значит так, есть хозяин дома. Да. И он решает. Как заходить, выходить и поселить. Мы здесь в гостях. Вот и все. И менять мы пока ничего не будем. Вот батюшка приедет, осень будет. Не о том вздыхает, не о том вздыхает. Когда батюшка приезжает, суббот он всегда здесь. Он не любит, когда он собирается прием. Пожалуйста, сестры, пожалейте вы батюшку. Он уже падает к концу службы, еле последняя молитва. Он откроет и все. Он хочет поддохнуть. Ладно, это решаем. А не то, чтобы мы только толклись. Не будь стареньком. Да, конечно, кому-то. Так, вы услышали просьбу сестры Елены в куларах обсудить? Чисто, сухо, нормально. Подметали вот 8. Так, еще о болящих. Молитесь, рабе, нашей сестре Анастасии. Осложнение там. Цистит присоединился вчера в нее. Эзофагит, воспаление пищевода. Эрозивные эрозии в пищеводе есть не может толком. Я накупил лекарства, вот сегодня передам с ребятами здесь. Еще заеду. В аптеку я куплю еще дополнительные лекарства. А на химию когда она сказала? На химию уже 7-го. А еще 7-го? Да, 7-го уже надо будет. Следующий курс. Но до этого нужно отниматься от этого. Конечно. Так что вот, помните, чтобы Господь помог ей. Этот заброс желчи из 25-й пищи, пищевод, ожог, эрозии, боли, приглотание, даже спать в озвученное положение, только полулежа практически. Ага. Где теперь эту койку, которую у нашей сестры было? Ой, там ее даже ставить некуда. Нет, нет, да? Нет, нет. В том же прошлое. Ты еще не представляешь, там вообще все может. Так, молитесь просто, чтобы Господь помог ей. Еще кто у нас остался неприсмотренный из болящих братьев и сестров? Михаил Петровича как-то надо присмотреть братьям, чтобы он у нас это и дальше пошел. Присматривай. Не зринулся совсем. Присматривай. Знаете такое выражение? Если ты сам себе не поможешь, никто тебе не поможет. Присматривай. Прежде всего, сам должен. Смотрели за детьми, сейчас похорону. Спасибо, Владимир Петрович. Когда были похороны? Еще не сказали. Не сказали еще похорон. Да, Александр Николаевна. Раиса Николаевна ложится в больницу 31 августа по поводу глазов. Катаракта? Ну да. 31-го. Раиса? Ко мне не приходите. Я ходящая. Все, но это нормально. Время и таракты. Как она тоже глаз или второй глаз? Она для профилактики не знаю. Просто ее пролечат сейчас. А, ну, дело пока пока. Любовь Петровна вчера звонила. Да что Любовь Петровна вчера? Вчера позвонила, что она еще пока не может. И еще она нитка не сожжет. Угу. А крепче не может. Нитка не сожжет. Так, Аня Кузмич не сходит. Еще кто у нас из болящих не присмотрен? Кого мы забыли, не вспомнили? Тебя молитесь о Робе Николае Болящим. Они бы помогли, духовно. Это он с собой серьезный. По ножу хожу, по ножу. Не играй с огнем, брат. С ножами тоже. Толкование на сегодняшнее евангельское чтение. У нас брат вернулся. Брат Сергей, пусть расскажет. Да потом. Читаем Евангелие. А потом, послание Корицын, 15 глава, 1 по 11 стих. Толкование фифилакта болгарского. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, которым и утвердились. Толкование. Переходи к учению о воскресении, которое составляет основание нашей веры. Ибо если нет воскресения, то и Христос не воскрес. Если же Он не воскрес, то и не воплотился. И таким образом вся наша вера исчезнет. Поскольку такие колебания были у Коринфян, ибо внешние мудрецы готовы принять все только не воскресение, ибо внешние мудрецы готовы принять все только не воскресение, то Павел и подвизается за воскресение. Весьма мудро Он напоминает им о том, что имя уже принято на веру. Ничего, говорит, странного я не говорю вам, но даю вам знать, то есть напоминаю о том, что уже было вам сообщено, но позабылось. Назвав их братьями, отчасти смирил их, отчасти напомнил им то, от чего мы стали братьями, а именно от явления Христа во плоти, в которое могли перестать верить, и от крещения, которое служит образом погребения и воскресения Господня. Именем Благовествования также напомнил о тех бесчисленных благах, которые мы получили через воплощение и воскресение Господа. Не сказал, которое вы слышали, но которое вы приняли, ибо они приняли его не по слову только, но и по делам и чудесам. Сказал так и для того, чтобы убедить их содержать оное, как давно принятое. Второй стих. «Которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечестно уверовали». Толкование. Хотя они колебались, однако, говорит, что устояли в нем. Он намеренно представляется незнающим и предупреждает их, чтобы не могли отрицаться, хотя бы и очень пожелали того. Какая же польза от того, что стоите в нем? Та, что вы спасаетесь. Говорит как бы так. О том, что есть воскресение, я ничего не сообщаю вам, ибо в этой истине вы и не усомнились. Но, может быть, вам нужно знать то, каким образом будет воскресение, о котором я благовестил вам. Об этом-то, то есть о том, как будет воскресение, я и говорю вам теперь, чтобы словами вы утвердились, не сделайте их беспечными. Говорит. «Если вы удерживаете, если только не тщетно уверовали, то есть если вы не напрасно называетесь христианами, ибо сущность христианства заключается в учении о воскресении». Третий стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши по Писанию». Толкование. «Так как учение о воскресении очень важно, то я преподал его оное первоначально, ибо оно есть как бы основание всей веры. Принял же оное и я, то есть от Христа. Посему как я содержу оное, так и вы должны содержать. И как вы приняли в начале, то ныне вы не правы, когда усомнились, хотя на время». Эти слова, очевидно, принадлежат самому Христу, говорившему через Павла. Поскольку манихеи будут впоследствии говорить, что Павел смертью называет грехи, а воскресением освобождение от них, то ему угодно было сими словами заранее обличить их. «Так Христос умер, какую смертью? Без сомнения телесной, негреховной, ибо он греха не сотворил. Если же они не постыдятся сказать, что и он умер смертью греховной, то как сказано, что он умер за наши грехи? Ибо если и он был грешник, то как он умер за наши грехи?» Весьма ясно поражает их и сим замечанием. По Писанию. Ибо Писание везде приписывает Христу эту телесную смерть. Так говорится, «Пронзили руки мои и ноги мои». Псалом 21, 17. И еще, «Возряд на того, которого пронзили». Захария 12, 10. И еще, «Он изъязвен был за грехи наши, за преступления народа моего он идет на смерть». Исайя 53, 5, 8 стих. «И что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Толкование. Итак, «Он и тело имел, ибо погребался, ибо погребается тело. Слова же по Писанию не прибавил или потому, что гроб был всем известен, или потому, что слово по Писанию относится ко всему вообще». Где же Писания говорят, что он воскрес в третий день? В прообразе Ионы, и прежде всего, в Исааке, который в три дня сохранен живым для матери, а не был заклан, и весьма многих иных прообразах. Также в словах Исаии Господь хочет очистить его от язвы и показать ему свет. В словах Давида «Не оставишь души моей вуади». Псалом 15, 10. Стих 5. И что явился Кифе, потом 12. Толкование. «В первых поставляет свидетеля достоверничшего из всех. Хотя Евангелие говорит, что Господь явился прежде Марии, Марка 16, 9. Но из мужей первому явился Петру, как лучшему из учеников, ибо тому, кто перво исповедал его Христом, следовало первому видеть и воскресение. Является ему прежде прочих, и по причине отречения его, дабы показать ему, что он не отвергнут». Матфей сопричислен вместо Иуды после вознесения Господня. Как же Павел говорит потом 12? Отвечаем. «Вероятно, он явился Матфею после вознесения, как явился и Павлу, призванному после вознесения. Посему он и не указал времени, но выразился неопределенно». Некоторые же говорят, что здесь ошибка Песца, или «Господь, вперед зная и презирая, что Матфей будет сопричислен к 11, явился ему, чтобы он и в нем, и всем отношений не был ниже прочих апостолов». Нечто подобное выражает и Иоанн, когда говорит «Фома 1 из 12» Иоанна 20, 24. «Ибо всякий скорее скажет, что он сопричислил к прочим апостолам Матфея по предвидению, чем Иуду после его предательства и самоубийства». Стих 6. «Потом явился более нежели пятистам братьей в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили». Толкование после доказательства из Писаний приводит во свидетеля апостолов и других верных людей. Слово «более» некоторые объясняют так, свыше, с небес, что он высоко и над головой явился им для того, дабы удостоить в истине вознесения. Иные же понимали так, «Более нежели пятистам, я, говорит, имею живых свидетелей, изречением по чили предуготовляет начало воскресения, ибо кто спит, тот и встает». Стих 7. «Потом явился Иакову, также всем апостолам». Толкование. «Брату Господа, поставленному от него первым епископом в Иерусалиме, ибо были и другие апостолы, каковы семьдесят учеников». Стих 8. «А после всех явился и мне, как некоему извергу». Толкование. Это слово смиренно мудрее. Смирение же сие употребил благоразумно, для того, чтобы, когда скажет о себе высокое, я более всех их потрудился. Ему не отказали в вере, как самохвалу. «Извергом» в собственном смысле называется «недоношенное дитя», которое женщина выкидывает. Поскольку называет себя недостойным апостольского звания и человеком, отверженным». Стих 9. «То назвал извергом, как недозрелого по отношению к апостольскому достоинству». Некоторые же под «извергом» разумели позднее рождение, так как Павел последний из апостолов. «Но Павел, но Павла не уничижает то, что он последний увидел Господа, ибо Иаков не ниже прочих пятисот от того, что увидел Господа позже, чем они». Стих 9. «Ибо я наименьший из апостолов, и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божия». Толкование. Сам о себе произносит суд. «Я», говорит, «меньший, не только двенадцати, но и всех прочих». Смотри, здесь напоминает о тех грехах, о которых избавился через крещение, для того, чтобы показать, какую благодать получил от Бога, для чего же, выставляя сам себя свидетелем воскресения Христова, так как Он явился Ему, перечисляет свои недостатки, для того, чтобы заслужить более доверия. «Ибо кто по сущей справедливости изложил собственные недостоинства, тот не будет напрасно говорить в пользу иного». Стих 10. «Но благодатью Божию есмь то, что есмь, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Толкование. «Недостатки приписывает самому себе, а совершенство относит к благодати Божией. И это сказал со смирением, ибо не сказал, «Я сделал достойное благодати, но благодать Божия, сущая во мне, оказалась не тщетной». Как? Потому что я потрудился более всех апостолов. И не сказал, «Я подвергался опасностям, но ограничил похвалу свою скромным именем труда». Говорит это сам о себе, для того, чтобы явиться достойной веры. Достойным веры. «Ибо учитель должен быть достоин веры. И то самое, что я потрудился, не мое совершенство, но дело благодати Божией». Стих 11. «Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали?» Толкование. «Я ли более потрудился, они ли, но в проповеди мы все согласны. И не сказал, если мне не верите, то им поверьте. Его не уничижил, ибо сам себя и оказался бы свидетелем истины, не стоящим веры. Но говорит, что и он сам по себе достаточный свидетель, и они сами по себе достаточны. Словом проповедуем, также подтверждает истину своих слов. Ибо мы говорим не скрытно, но явно, и никогда-нибудь, и никогда-нибудь, но и ныне. И вы так уверовали. Не сказал, ныне уверуете, потому что они уже колебались, но наряду с прочими, и их веру называет свидетельницей истины. Вы, говорит, не поверили бы напрасно ложным и обманщимым речам, если бы не были убеждены в истине проповедуемого. Аминь. Спасибо, Христос. Батья и сестры, хочу попросить вас помолиться о сыне Никите, которого сейчас опять нет. Вот смотрю на ваших детей и думаю, где-то я ошибся, где-то что-то подал соблазн, наверное. Я уж у него спрашивал, но он даже и не осознает это. Где-то что-то не так. Дай Бог, чтобы ваши дети оставались всегда за Христом, и обрели вечную жизнь. В качестве утешения у пророка Самуила, у Ильи, у Давида, у всех детей практически были. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос, дорогая Светлана. Отшедшие. Но не погибшие. Отшедшие, но не погибшие. Погибшие у Ильи обратный путь есть. Пока все живы, естественно. Пока крышка гроба не закрылась, есть возможность. Есть возможность покаяния и обрисения, спасения. Здорово на Господом Иисусом Крестом на кресте. Да, брат? О земном. О земном хочу сказать. Уставать не буду, а то это... Вот там собачек подкармливали у калитки. И оставили коробочки. Поняли, да? Кто их накладывал, складывал эти коробочки, просьба убрать. Потому что я могу это убрать. Я начал косить, все это разлетается, пенопласт по улице полетел. Ну, зачем это надо? Принесли и уберите. А подкармливать их нечего. Собаки у дворовой, жизнь короткая, 3-5 лет. Все. И нечего их подкармливать. Мало того, а вот что разводим здесь, мало того, что антисанитария, еще и непорядок. Ну, что было? Ну, они так и лежат. Я говорю не то. Не знаю. Брат, остановись, пожалуйста. Я продолжу твою мысль. Было принято решение, что здесь мы их не кормим. Игнат Тихонович сам ходит далеко, в другом месте кормит. Понятно. Забыли это место. Все. Вот мы принимаем решение. Даже Игнат Тихонович уже согласился с этим. Ему это было нелегко сделать. Но он сделал это. Он здесь их не кормит. Нет, мы теперь будем нарушать это принятое решение. И это не одно решение принятое. Было принятое решение по глаферии этой, чтобы ее сюда не водить. Нет. Вот мы такие добрые, мы такие вот доброжелатели, что мы будем делать нарушение принятого решения. Зачем? Не надо искушать. Приводить. Ее нельзя, я не слышала. Ну, как же слышали-то? Я даже батюшка наш причащал, все время разрешал. Принятое решение. Не водить. Ну, как первый раз-то? Все, кто не слышал об этом? Я не слышала. Ну, еще кто? Вот двое только не слышали. Ну, ладно. Вообще-то эти коробочки не сестры ставят, а это вот жители рядом. Они приносят. Я сколько раз видела? Ну, мы убрать объявление написать. Не надо объявление. Просто убрали один раз, второй раз, второй раз. Второй раз. Если это наша территория. Так, еще вопросы, какие пожелания? Расскажи, Сереж, как съездить. Сергей Павлович вернулся из Потеряпки. На совсем или еще поедешь? На совсем. На совсем. Ну, расскажи по себе. Поеду к картошку. Да, вот про картошку напомню. У кого были овощи здесь вот в погребе, убрать все. Не ждите, когда кто-то за вас будет убирать. Михаил Петрович убирал всегда, теперь он не может это сделать. За собой убрать. Там эти, загуляй, вы убирали, там вонь, все осталось еще. Они свои убрали, но за всех они не будут убирать. Кто хранил здесь овощи, значит, нужно убрать. Приготовить место к следующему урожаю. Гости у нас. Да, у нас гости. Я предлагаю сначала гостям слово предоставить. Да, пожалуйста, вам слово. Представьтесь, расскажите, где вы были, что увидели, что понравилось, что не понравилось. Ну, значит, меня зовут Сергеева Марина Владимировна, мне 52 года, я приехала из Красноярского края в городе Реновольск. Я благодарна Богу, что он познакомил меня с сестрами и братьями. В основном, очень благодарна Игнатию Тихоновичу за его поучение, нравоучение, за его увлечение, за его Слово Божие, которое говорит и проповедует истину. Многому чему научилась, слава Богу, за все. Значит, я его всего видела два раза. Два видеофильма посмотрела и, значит, душа загорелась. То есть, Бог почувствовал, что это тот человек, который приведет душу по спасению. Поэтому благодарение, восхваление, воспевание только нашему Богу, Матери Божией, всем святым и ангелам Божьим. Вот. Отец его, Аким, очень понравился. Все жители Потеряевки очень добрые, отзывчивые. Благодарна всем. Низкий поклон. Благодатная земля. Есть желание приезжать, желание беседовать, поучаться. Ну и как Господь все устроит, будет все по Его Собтое. Аллилуйя. Вы одни или с сыном? Я приехала с ребенком. С сыном. Как зовут? Николай. Николай. Вот так. Понравилось тебе это? Потеряевки. Третий, Николай. А строгости там были? Да. Наказывали тебя там? Наказывали? Вот так. Долго? Часто? Ты обижался? Сначала наказывали, а в конец месяца, когда все уехали, я остался один, не наказывался. Потому что один, или ты уже перестал провиняться? Уже полнорешки. Не стал провиняться. Уже не стал. Не с кем грешить было. Не с кем было. Не с кем было. Не с кем было. У меня в группу. У меня сначала с местром, а потом я с Ру ехал. Понятно. Так. Ну, брат, твоя очередь. Давай, рассказывай нам. Повествуй. Слово брату Сергею. Сергей Павлович, чем? Ну, как и всегда, этот год прошел благословенно. Много-много мы переделали там работы. Значит, по восстановлению трудов. Самогили там все вручную. Значит, ну и в этом году утешение. То есть я поймал 7 вот таких вот капель. Купили, запустили. Если бы я эти бруты не делал, их бы не покупали, бы не запускали. А что их запускать, если бы там вода по колено? Все, молодцы. Значит, сохранились. Я поймал 7 вот таких карпов. Их можно было бы и в прошлый год ловили, и позапрошлый, но они сдыхали зимой, и они не могут там размножаться. Чем ловил-то? Удочкой. Остальных там брат Роман, он на 4 тысячи или на 5 тысячи закупил этих маленьких. Они выросли. Я их хотел уже перед отъездом сетью выловить. Но батюшка говорит, пусть до октября растут. В октябре они еще сильнее вырастут, а в октябре Бог даст, приедет сетями перелолим. Т.е. потеряевка с рыбой. Гальяны очень такие, вот они вот прям жирненькие, тоже ловил гальяна. Я очень много. Не перезимуют, да, Сереж? Сколько не перезимуют? Все погибли. Почему ловил-то? Карпы, ну потому что они, не хватает им глубины, и они задыхаются. Промерзает, и воздух не хватает. То есть надо сверлить там что-то воздух, и в деревне не хватает. Пока как цыплята, но в мечтах, чтобы они там плодились и размножались. Я даже поймал одного карася, и одного карася, Игнать Тихонич привез на другой пруд, там еще дальше есть пруд, который глыбже, мы сделали там где-то 3 метра. То есть еще углубили подальше, он не лагерный пруд, я сейчас про лагерный говорю, в лагерном карпе, а там мы будем запускать карасей. Я хотел уже зиму запустить, но что-то Игнать Тихонич говорит, лучше весной. Хотя батюшка говорит, что они и перезимуют. Решили весной, значит весной запустим карасей, и будет у нас еще и карасей. Вот. Это что касается рыбок. Очень перекололи много дров. Сколько прудов-то вы установили всего? Четыре пруда. Благородили, значит, лагерный, потом южный, рыжковский и второй мостик. Вот где второй мостик. Сделали дорогу. Теперь, значит, то ездили в объезд, искорчено, а сейчас, ну, гораздо короче, сделали дорогу. Вот буквально вчера всей деревней вышли. Вот эта дорога, напротив Блажковского дома, ее засыпали, значит, не асфальтом, такие сразу все. То есть, песок и мелкий гравий. Крупного не было, но мелкий. И вся деревня вышла, 18 человек, мы как вот муравьи налетели на этот, потому что прошел грейдер, и у него там не было какой-то ножа, и он неровно все сделал. Мы вот ручной, лопатами все это делали. Была там еще, вот как из потерявки выезжаешь, налево, на второй мостик дороги, там была тоже и большая лужа. Игнать Тихонович ее назвал Глушковская яма. Он поручил Глушкову ее засыпать, потому что он там ездит, ему короче, ну, он, конечно, что-то... Я раз в неделю всего езжу, но мы тоже эту яму засыпали, брат. Игорь Барабаш, по-моему, так удивительно случилось, что только Игнать Тихонович поехал просить о помощи, потому что, ну, ну, лужа большая, где-то метров 10 на 10, и вручную лопатами ее как-то... Он говорит, поеду на тракторе брата Барабаша, говорит, еду, а он мне навстречу едет. Ты куда едешь? Говорит, ватку, мол, а откуда ты его знал? Телеграмма пришла. Телеграмма пришла. От Бога, значит, что нужна помощь. И вот таких чудес, значит, как-то уже привыкаешь к этим чудесам, уже не думаешь, что это чудо. Еще одно было чудо, значит, тоже брат Роман газик делает, на технике он подъезжает. Брат Роман, ну, ты если газик перестанешь ремонтировать, ну, какая-то жизнь-то прекратится от этого безопасности. Да ну что, ну нет. Нам срочно нужна помощь, в моей жизни угрожает опасность. Нужно завалить. Рома, кого? Да никого, а чего? Вот такой вот юмор черный православный. Между домиками Игнатия Тихоновича и Надежда Васильевна Ростополь. И на молитве, видимо, ангел Господь сказал, что его нужно свалить. Кто? Че? И вот Югнатия Тихоновичу нужно свалить. Перед этим приезжали какие-то иногородние и стучки обрубали над проводами, которые мешали. Ну, нужно, а Роман безотказный, его чего не попросишь, он сразу на голубятню, на голубятню, он везде такой мастеровой. как бы, все. Вот, у него все здесь, он, что не попросишь, что-то вот Господь послал вот, раскладывал. Все, мы этот тополь, значит, веревку привязали, завалили, внутри, вот верите, нет, вот тополь, допустим, вот он, вот такой, вот, 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 коры, вот, вот столько, а внутри, вот, он весь гнилой, вот, понимаете, он держался, вот, на такой вот кромке и он в любой момент мог на домик упасть. Игнать Тихонович просчитал, но крышу бы не проломило, говорит, но по окнам бы, веткам бы, говорит, бы садануло и окна бы разбило бы, говорит, если бы он упал. Вот, вот это сделали, значит, дров, Роман же выбрал, знаете, место, где между вот Малютина, где жила, и Саманный домик, вот, между этим там росли большие-большие тополя. Вот, с горем пополам мы эти тополя все свалили, убрали, залили фундамент, уже он привез брус, то есть уже вчера буквально вот, не хватило, я хотел ему помочь дом построить, но вот у меня работа 1 сентября школа тоже. А так, ну и слава богу, хоть, заливали бетон, такие вот столбушки ставили, то есть он все по экономичной технологии, все из интернета, все. Столбики так вот, урубероидом делает скотчем и заливает, и такой круглый столбик получается, не надо ни опалубку там холодить, ни ничего. Он первый раз продавал, она лопнула, вот тогда посильнее замусал скотчем. Вот они, столбушки, эти стоят, на столбушках уже друг будет. Вот. Ну и в тему, значит, продолжение вот о собаках тут заговорили, моя тема. Значит, случилась тоже большая неприятность, значит, у Игнатия Тихонича, кошка, любимая, ее попасала собака и перегрызла ей нервы, то есть, задние наконечность у нее не ходит, она вот кое-как, инвалид, первой, деревней, да. Вот, подозрение выпало на хаску, кто смотрел ролик хаску, есть такие, нет? собрания, да, Игнатий Тихонович там вот эту всю тему поднимал, вот, такая большая неприятность. Я уж вчера говорил у Василиси, говорю, ну ты подойди, попроси прощения, что так получилось-то, хотя она вроде и не виновата, она ее на кошку на эту не натравила, просто она сорвалась, дала ребенку, ребенок не удержала, она в волейбол играла, и в этот момент такой вот несчастный случай произошел. Ну и вот, то есть вот собаки и кошки их вверх не берут, то есть здесь прикармливал Игнатий Тихонович, собаки убили кошку Надежды Василиев, теперь ему вот рангом вернулся, значит, он теперь понимает, что это такое вот, поэтому, значит, коробки здесь убирать, собаки нам здесь тем более бездомные, ничейные, не нужны, не нужны, не нужны, хотите кормить, кормите втихушку, никто вас за это не англит, хотя, добродетели, покажи, расследи, если от вашего кормления страдает кто-то другой, ну, они же нападают на людей, на детей, на ваших детей, я говорю, ну, а так вот, это вот, это беспечность, а, авось, ничего не будет, это, у меня такое есть, да, вот тут, на Тихович меня всегда, но он попятился, и стал кормить дальше, отсюда, греха подальше, как говорится, вот, ну, что еще сказать, работали много, работали долго, по 11 часов, в сутки, работали, работали, там ее не переделают, Игнать Тихович, он как-то, он придумывает, то есть, он молится, неужели не будет работы, и Господь мне, ну, там, 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 значит, все, все, что вы видели, аж похудел, наверное, да? О, еще, похудел, хорошо, хорошо, похудел, да, в основном, это дрова, то есть, брату Роману, там, Тритополе были, то есть, мы гору, где-то, наверное, метра два, наверное, с половиной, такая, гора дров, вот, это будут его, романовские дрова, плачевки накалывали, всем накалывали, а я смотрю, Глушков этот, черки ему привезли, я говорю, надо же покупать дрова, столько дров, они покупают, мы попросили бы, подешевле, правильно, это можно бизнес на дровах делать, пепелу, ну, спаси Христос, брату, Андрею Головачу, пелу, ну, что-то она уже начала, там, захлебываться, на дровах, так, надо, не точить, а, она греется, то есть, три полежка, и она, в общем, нужно ее, ее бы аэмонтировать, либо менять, решили поменять, взять нового, Турмана, за 18 тысяч, ну, вот, так вот, труд пост молитва, труд пост молитва, о школе какая-то, значит, о школе, да, было, собрание, приезжала женщина, из мамонтовской, там, какой-то этой, и вот буквально, ну, и вопрос о закрытии, школы решался, потому что филиал, он номинальный, нет филиала, корченского, его на бумагах нигде нет, это чисто придумано, потеряевские учителя, они работники корченской школы, являются, и дети как бы в корчене учатся, у них вот этого престиж, показатели, они же все отличники, и учителя потерялись какие-то, она не хочет их терять, но по закону, они должны все это оформить, а она сама, это мамонтовская, придумала вот такой вот филиал, все не оформила, а теперь, ну, вроде как, виноваты, надо, чтобы было все по закону, это нужно построить новую школу, а какие нужны, то есть, лицензии, чтобы окна были на ту сторону, а вот не на ту сторону, поэтому, ну, дайте нам что-то сделать, рядом на ту сторону, вот, и что мало, вроде, ну, речь Путина, надо этот ролик найти, даже если Фадин, ученик, школу не закрывать, вот этим вот, надо вот им прям, а тут, она сразу, первое, сколько у вас, начальных школах, два, ну, два, вроде как, теперь возите в Корчену, живите там интернат, вот, ей надо, чтобы откорчено все было, вот, Людмила ездила, куда-то там, Корчену, по-моему, у них там, с Барнаула женщина приехала, и, барабаш, Елена хотела с Барнаульской поговорить, на эту тему, а мамонтовская не дала, в общем, все, 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 потому что мамонтовская, еще это, и ей сказали, что все было по закону, дали ей время, а время-то идет уже, в первое сентября, ну, так вот, они говорят, как вот все было, если бы приказ сверху был, бы мне закрыть на все глаза, и как было раньше, я бы с удовольствием закрыла, как вот такая ситуация, видите, когда ребенок из деревни в город едет, учиться, вообще, правда, вопросов не из него, не возникает, но когда хотят из города, в деревню отправить, в город, это вообще не так, в городе развратом, все, пожалуйста, в деревне, чистота, целомудрия, отличники, таких учителей, трое, на всю Россию, может быть, это ноу-хау, и эту школу хотят закрыть, но и баб батюшка, беседовал с ними, все, все пути, которые они предлагали, батюшка отверг, то есть, чтобы дети жили там, учителя жили там, чтобы возить, дороги нет, дороги нет, она согласна оплачивать дорогу, согласна оплачивать интернет, то есть, по интернету, Володя вылез, а у нас интернет вроде как, хороший, давайте по интернету, тебе за язык тянет, плохой у нас интернет, нам не надо по интернету, нам надо сохранить школу, статус, если школу, первое, что, когда села разваливали, это все, артерию перекрыл, школы нет, кто туда поедет, никто не поедет, поэтому, эту венку, значит, но еще, надо молиться, чтобы ее не перезали, но еще другая сторона медали, а нужна ли такая школа, с такой системой образования, которую предлагают сегодня, с Европы, то все это идет уже близко, 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 у ваших детей, и вам придется, учителям детей, вот эти вот, показывать, вот эти вот, раньше была этика, психология, семейная жизнь, а сейчас, вот. А можно церковно-приходскую школу сделать? предложить делать здесь, ну а как, общеобразовательную, там еще и есть вариант, был семейное обучение, то есть, если семья учит ученика, и они раз в год приезжают, сдают экзамен, и получают человек домашний, 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 домашний. учителя, или сохранение школы, приоритет какой-то, конечно, сохранение школы, у меня это что это зарплата-то? Гроши копейки, главное, это, это наши дети, и мы хотим учить качественно. Василиса, ее дочь, единственная в Мамонтском районе, которая на 32 балла сдала математику. Ну, это Бегэ, или что там? УГЭ. Там две еще девочки по 31. То есть, наши потеряевские ученики, самые преуспевающие, а они их выдают, как это корченские ученики, как корченская школа. Корченская школа, вот она Гремишку, вот все туда хотят приехать. Хотя, вот такая вот ситуация, как я ее понимаю. Василис Христос, брат. Ты не был в Горном, что ли? Ты говорил, в Горный поезд? Я хотел поехать в Горный Алтай. Два года я туда под Отре ездил, там у меня был спортивно-финологический лагерь с детьми. В этом году я хотел такой, лагерь организовать в Потеряевке. И меня благословили и батюшка, и Игнатий Тихонович, но в Потеряевку люди не поехали, потому что, я сказал сразу же, надо устав соблюдать, юбка, платок, кому-то, надо немецкие, все девчонки неверующие, полуверующие. В общем, это явилось камнем преткновения. Хотя мне и храпотишь, там все кельи занимайся, собаками там, сейчас же там лагеря-то нет, где носки видны. В этом году Господь не благословил. Там горно я не поехал, потому что там душа у меня томится, потому что дети неверующие. трудиться тоже надо. Но в этом году я вот с Василисой два месяца хаски, мы ее дрессировали, Людмила очень довольна, Василиса у нее стала получаться, даже хаска, которая считается самой такой трудной, обучаемой собакой, у нее есть успехи довольно-таки. Но Василиса она усердная, дай бог. Жаль, что она на зиму уезжает, а так бы она могла бы участвовать в соревнованиях. У кого еще есть информация, просьбы, пожелания, благодарения? Так, пожелания, значит, потеряешьский хрен, наизбежаешь. Вчера выказал, поле мы копали, значит, ядреный, пожалуйста, бесплатно, всем берите, кто сколько хотите. Да ладно? Надо посадить его. Да ладно? Надо посадить его. Разберите, тут это духовный, душа, робот, мало, и есть и роман, и все это и ламны. Ну, разные, вы видите? Аси Христос, просто, мы болимся. Листья, 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 листья. Листья, 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 листья. Листья, 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 листь Отче, Господи, научи нас в семикратном день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Продолжение следует.